Всем привет! Как это странно не звучит, но порой быть бездомным – это стиль жизни. Давайте разберемся, как живут бездомные в разных странах мира и какие же у них права и приоритеты. Поехали! Начнем с Японии. Быть бомжом в этой стране – стиль жизни. У местных бездомных есть свое кредо. Они не занимаются воровством, не спорят с полицейскими и вообще относятся к окружающим с уважением. Кроме того, попрошайничество тоже не в почете. Многие из них ходят на работу и нормально по нашим меркам зарабатывают, но ночуют при этом в картонных коробках. Есть даже такие, которые живут на улице, чтобы искупить грехи прошлого. Они отличаются от своих коллег только тем, что имеют квартиры и дома, которые сдают. Следующая у нас – Германия. У каждого бездомного Германии есть удостоверение, позволяющее им бесплатно ездить на транспорте, питаться в общественных столовых и ночевать в парках и метро. Но и без этого там существуют столовые и ночлежки, в которых услуги стоят всего несколько центов. Они попрошайничают, но не активны. И нужно сказать, что местное население не смотрит на бомжей с презрением. Очень многие выносят им обеды и предлагают укрыться от дождя в своих домах. В Израиле о бездомных в основном заботится правительство. Соцработники подыскивают им дешевое, а бывает и бесплатное жилье. Но этот процесс идет очень медленно. Основная масса бездомных – эмигранты, которые зарабатывают в основном на попрошайничестве у туристов. В Париже количество бездомных просто зашкаливает. За последние несколько лет к местным клошарам, так их там называют, присоединились эмигранты из бедных стран. Бомжи там повсюду. Интересно то, что у них существует своя иерархия. Для новичков – окраины города, а авторитеты занимают лучшие кварталы с хорошим заработком. Чем выше статус клошара, тем более прибыльное местечко ему достается. В целом правительство как может заботиться о них, предоставляя им бесплатную еду и крышу над головой в холода. Но задача обеспечить такое количество людей достаточно трудная. В Китае, как и в Японии, считают, что трудиться должен каждый. Государство помогает бездомным найти работу, дает еду и иногда даже крышу над головой. Кроме того, тут существует множество бесплатных бань и кафе с невероятно низкими ценами. Пожалуй, лучше всего живут бомжи в США. Там не принято смотреть на них свысока. К ним относятся с заботой и пониманием. Нередко прохожие просто подсаживаются к бездомным, чтобы просто пообщаться. Для бездомных существуют палаточные лагеря. Причем в палатках есть и компьютеры, и телевизоры, и другая недешевая техника. Многие бомжи обеспечены работой и в состоянии снимать себе квартиры, но выбирают ночлежки, в которых можно помыться, отдохнуть и поесть бесплатно. Более того, они получают пособие по безработице в размере от 1200 до 1500 долларов в месяц. В Великобритании большую поддержку бездомным оказывают благотворительные организации. Они обеспечивают их едой и одеждой. Государство тоже помогает. И если, к примеру, целая семья объявит себя бездомными, то по закону им обязаны предоставить бесплатное жилье, которое обязательно должно находиться в том же районе, в котором учатся дети. Поэтому, как правило, такие семьи селят в дорогих гостиницах и съемных домах. В Австралии нет такого слова, как бездомный или бомж. Тут их называют ночующие на улице население. В отличие от других стран, процент бездомных в Австралии не превышает единицы. А большую часть составляют молодые люди в возрасте до 19 лет. Для бездомных тут существует целая бесплатная сеть, которая включает в себя парикмахерские, прачечные, кафе и ночлежки. А вот в Марокко жизнь бездомных совсем не радужная. Основная масса бездомных – это дети, которые сбегают на улице и живут там всю оставшуюся жизнь. А некоторых родители специально выгоняют на улицу, из-за того, что в семье нет денег. Помощи от государства там никакой. Максимум, на что они могут рассчитывать – это на благотворительные организации, которые организуют дневные стационары для бездомных детей, в которых их накормят и попытаются вовлечь в общественную жизнь. И, наконец, наша Россия-матушка. 75% бомжей – это трудоспособное население в возрасте от 20 до 50 лет. Помощь от государства практически нулевая. Во всяком случае, ни о каком выделении жилья даже речи не может идти. Благотворительные организации стараются как могут, и бывает, что даже добиваются трудоустройства для бездомных. Однако таких организаций очень мало, и существуют они в основном в крупных городах. Например, в Москве их всего пять. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки.